И мы с вами говорили о том, что иногда в церкви бывают разные люди, и хорошие, и добрые, и злые. Иногда мы думаем, что в церкви все святые и добрые, но потом мы встречаемся с разочарованием. Как верующие могут так лицемерить, обманывать, кидать и так далее. И это все говорит нам о том, что когда есть оригинал, всегда есть подделка. Есть настоящие верующие, а есть и не очень. И первый пункт, что не все верующие, которые называют себя верующими, по-настоящему на самом деле такими являются. И задача дьявола, его главная цель, это чтобы все смешать, перемешать, перемешать черное и белое, сделать серое, чтобы люди притыкались, соблазнялись на верующих. Главная цель подорвать авторитет церкви, подорвать авторитет верующих. Чтобы людей запутать, чтобы опустить церковь и все христианство. Поэтому, друзья, призыв Христа был, не притыкайтесь на людях. Иначе, если мы будем смотреть на людей, есть большой шанс разочароваться. Мы говорили с вами о том, что важно помнить, что если у вас был плохой опыт в церкви с верующими, то Бог об этом скорбит. Бог не посылал так называемых верующих вас обижать, служить для вас плохим примером и так далее. И неправильно говорить, что все такие лицемеры, все верующие такие. Это все равно, что сказать все доктора плохие. А мы все равно ходим к ним, правда? И в госпиталь все равно обращаемся. Хотя они тоже иногда делают ошибки. Поэтому, друзья, наше призвание расти там, где мы посажены, цвести там, где мы посеяны. И мы с вами говорили, почему же так случается иногда, что верующие люди иногда нас ранят, хоть и называются христианами. И три таких простых ответа. Во-первых, все ошибаются. Во-вторых, не все духовно зрелые, которые ходят в церковь, апостол Павел об этом пишет, называет верующих младенцами. А от этого и поведение иногда неправильное, которое и нас ранит. Дальше мы с вами говорили о том, что не все люди духовно возрожденные или не все рождены свыше. Это тоже относится иногда к плевелам, которые могут быть и в церкви. Это могут быть воспитанные люди, но у них другая природа. И мы с ними так же соприкасаемся. Также мы с вами говорили о том, что и дьявол, и его слуги, они также участвуют, разрушая церковь изнутри. Говорили с вами о том, что он принимает вид Ангела Света. Говорили с вами о лжепророках, о хищных волках, которые одеваются в овечьую одежду. На следующем слайде я хотел бы, чтобы вы увидели одно видео, которое вы можете посмотреть на ютюбе. И это сильное свидетельство одного христианского пастора, который рассказывает, как он использовал силы демонические, делая чудеса, знамения, толпы людей собирая. И при этом он людей заводил в ересь, они были обмануты, разочарованы. Хотя это видео на английском языке, но очень интересное. И Библия говорит о том, что в последнее время таких людей будет больше, больше. Людей будут запутывать, будут лжеучителя, которые будут вводить людей в ересь. И это то, что происходит сегодня. И вывод был такой, что признак духовного младенчества – это соблазн на людях. Поэтому давайте будем расти. И также мы с вами говорили о том, что как же узнать, кто плевел, а кто пшеница. Этот вопрос интересует сегодня многих. И ответ из Писания, Матфея 7 глава, «По плодам или по делам узнаете их». То есть не то, как люди называются, даже не обязательно, если они ходят в церковь и называют себя верующими, но как они живут в жизни, когда их никто не видит на работе, дома. Вот это и являются этими доказательствами, этими плодами в жизни, которые влияют на наше окружение. Итак, друзья, это небольшой обзор первых и второй части. А теперь мы с вами идем в третью часть и поговорим с вами о процессе роста пшеницы. Я уверен, что мы все… Вот здесь вот на экране есть такой обзор всего, о чем мы говорили с вами. Вот этот пятый пункт – процесс развития пшеницы. Мы все хотим думать и верить, что мы пшеница, мы зерно, мы хорошие люди. Мы не плевелы, мы не ассоциируем себя с плохими, негодными. И вопрос в этой притче, напоминаю, что сравниваются люди с семенами, добрыми и плохими. Люди сравниваются с растениями, и эти все растения растут на поле. И здесь можно провести параллель. Как можно правильно понимать трудности в нашей жизни? И вот ответ. Нужно помнить, что все растут в полевых условиях. Что это значит? Не в доме, не внутри, на поле, в полевых условиях каждый развивается и призван расти. Итак, первое, что значит в полевых условиях? Это погода и сезоны. Если ты понимаешь, что ты посеян на поле, значит, важно понимать, что твоя жизнь будет протекать в полевых условиях. И что это значит практически? Это что погода будет меняться. Независимо, ты плевел или пшеница. Погода – это фактор неотъемлемый в процессе роста. И погода не всегда будет солнечная. Иногда будет и дождь, а иногда гроза. Иногда ветер, а иногда шторм. Не только день, но и ночь. И когда ты проходишь подобные штормы в твоей жизни, важно помнить, чтобы не потеряться. Все нормально, я на поле. Я на поле, в открытом поле, а там погода меняется. Погоду ты не можешь контролировать, ты вообще не имеешь никакого контроля. Но ты можешь одеваться по погоде. Среди этого поля, помимо погоды, также существуют и сезоны. И хорошо вспомнить, кто эти сезоны придумал. Конечно, Бог Творец, Он создал сезоны. Эти сезоны тоже неотъемлемая часть в росте любого растения. Поэтому, друзья, мы, конечно, понимаем, что не только есть лето такое приятное, но есть и зима, а возможно, даже и мороз, который так тебя пронзает, парализует. И так иногда бывает плохо и жутко. Это все символизирует трудности и испытания, которые каждый проходит в жизни, пока мы на земле. И дальше можно добавить, что мы все мечтаем о тихой и безмятежной жизни. Но на поле так не бывает. Христос сказал, что Он сеял поле. Поэтому вот эти резкие перепады температуры, погоды, это все духовно нас закаляет. Закаляет наш духовный иммунитет. Я недавно с нашими мужчинами был в бане, и там есть время, когда должно быть очень жарко. Ну, очень жарко. Ты уже аж не выдерживаешь, настолько жарко. А потом тебя резко, не знаю, предлагают или заставляют, я так и не понял. Я так оказался. Вроде предложили, и тут и заставили, и ты так в лед. Не просто в воду, в ледяную воду. Ты так аж дыхание перекрыла, а тебе так, это полезно. Так тебя похлопали, полезно, а ты аж чуть не задохнулся от пользы. И говорят, да, кровообращение помогает и очищает организм от шлаков. Вот такие перепады бывают и в жизни, когда мы растем. Нам это полезно. И слава Богу, несмотря на то, что, возможно, ты сегодня в сезоне, который так тебе неприятно, холодно в душе. Но, слава Богу, что сезоны меняются. А это значит, что это хорошая новость. Что значит, непременно придет весна. Придет и хорошая погода и сезон в твою жизнь. Следующий наш пункт – это роль соломы. Когда мы смотрим на процесс роста пшеницы, то вопрос, как ты думаешь, ты являешься соломой или зерном? Ну, конечно, у нас даже мысли такие мы не допускаем. Мы все хотим мыслить позитивно, да, что, ну, что это я буду бурьян, да, что это я плевел. Конечно, я солома. Сегодня вы утром посмотрели на себя в зеркало, улыбнулись. Точно пшеница, правда, смотрит тебе в глаза. И вот так нам хочется думать, друзья, но и это вроде бы и правильное направление, и Господа интересует, в принципе, только зерно, только пшеница. Тогда вопрос, а зачем вообще солома? Вы никогда не задумывались? Если ее потом сжигают, ее выкидают, то зачем она вообще? И мы по-любому зерно. Так вот, друзья, вот здесь вот важное откровение. Для всех верующих, кто здесь и кто онлайн. Зерно невозможно получить без соломы. Подумайте об этом. Невозможно. Оказывается, друзья, что зерно может вырасти только при условии, что есть солома. А солома для нас, это символизирует вот эти, как бы, вот эти плохие люди, вот эти вот такие злые, негодные, вот эти плевелы, которые вот растут и вообще, где они взялись вот здесь вот вокруг нас. Так хочется, чтобы одна пшеница цвела и все так пахло красиво. А вот эта солома, она нас колет иногда, она нас иногда ранит, обижает. И вот это, друзья, и так и получается, что эта солома содействует твоему, нашему духовному росту. Процесс неприятный. Иногда она колется и даже мешает. Но без соломы не вырастешь вообще. А еще, если мы поговорим о поле, не знаю, как вам эта тема нравится, на поле иногда растения еще обкладывают навозом. Ну, поле удобряют. Ну, по лицам читаю, конечно, что некоторые так уже думают, что уже так обложили, что аж дышать тяжело. Правда? А оказывается, снова полезно. Снова помогает. И снова на поле. А процесс роста в полевых условиях, по-любому в полевых условиях. А хочется как-то где-то вот поменять методику или развитие. Поэтому нам, друзья, здесь важно понимать, больше фокусируйся не на плохих людях, не на соломе, а на своем духовном росте. На духовном росте. Именно они, вот эта солома, которая мешает, и люди, которые нас обижают, они закаляют тебя, они проверяют тебя. Без них ты не сможешь состояться. Именно они, солома, вырабатывает в тебе либо терпение, либо зло и гнев. Именно солома вырабатывает в тебе, взращивает либо любовь, либо ненависть. Без них, кажется, мы все такие пушистые и красивые. Но именно они дают нам возможность производить настоящий плод. Следующий наш пункт – это враг добрых семян. В этом процессе роста еще есть и враг, который специально, как будто бы работает на разрушение, чтобы эта добрая семья не выросла. Когда мы встречаемся со злом, встречаемся с несправедливостью, с бедами, у нас всегда инстинкт такой, вопрос срабатывает. А кто вообще виноват в этом? Правда? Вот автоматический рефлекс. Ну, надо сначала найти виноватого. Мы всегда его ищем подсознательно. И вот эта притча о плевелах, она очень дает нам полезные уроки. Иоанна 13, 27 написано «Придя же, рабы, домовладыки сказали ему, Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле? Откуда же на нем плевелы?» Следите внимательно за этим вопросом. Приходят слуги к сеятелю и так кажется, что есть шанс, что они как бы уточняют. А кто вообще посеял плохое семя? Важно видеть, что закрадывается подозрение, что хозяин что-то неправильно тут насеял, натворил. Другими словами, а кто хозяин? Бог. Так получается, смотри, что происходит тут вокруг, в моей жизни, на вот этом поле. Вообще, куда ты смотришь? Где ты, Бог? Как это ты допустил? А вообще, кто здесь виноват? Вопросы такие к Богу мы закидываем. И здесь вот параллель. И Бог объясняет и говорит, что это враг это сделал. Он пришел. И его цель – повредить, украсть, убить и погубить. Нам важно об этом знать, хотя это нас не вдохновляет. Но у меня есть хорошая новость. Хорошая новость в том, кто хозяин поля. Следите за текстом. Матфея 13, 24. Вот что там написано. Царство небесное, подобное человеку, посеявшему доброе поле. На каком поле? Внимательно следите. На каком поле? На поле своем. Дальше. Придя же, рабы, домовладыки. Что значит домовладыка? Кто знает английский, там написано owner. В переводе – хозяин. Значит, чье поле? Кто хозяин? Кто сеятель? Вы понимаете, что здесь вот эти мелочи помогают нам видеть, что Бог остается в контроле полном над всем. А что такое поле? Придя говорит, что это мир. Весь мир. И над всем миром, над всем хаосом, который происходит, Бог по-прежнему в полном контроле. Он хозяин – это его поле. У вас появляются вопросы? Да, я сейчас объясню. Но главная мысль – это он хозяин. Его поле. Дальше. Это значит для нас, что придет время, когда этот хозяин, сам Бог, он наведет полный порядок на этом поле, в этом мире, но это будет в его сроке. И дальше ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Отвечаю. Причина, почему еще действует зло и беды, и столько несправедливостей, потому что Бог от самого начала создания мира, Бог дал человеку свободу выбора. И эта свобода выбора действует до сих пор. И сегодня человек может выбирать, убивать или спасать, делать зло или добро, делать грех или служить Богу. Вот почему сегодня мы знаем, что это еще происходит. Но мы должны видеть, что придет вот этот финал, придет итог, где Бог лично сам искоренит полностью зло, полностью уничтожит, полностью придет это время жатвы, где все будет с корнем взято. И это, друзья, нас подводит к следующему нашему пункту, который называется суд или жатва. Что такое жатва? По-библейски это кончина века или конец света. Как бы плевелы не укоренялись, как бы они не маскировались, придет время, когда каждый проявится, суть узнается за каждого человека, кто он есть на самом деле. Матфея 3.12 написано, «Лопата его с большой буквы в руке его снова с большой буквы, то есть он сам очистит гумно свое и соберет пшеницу в свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». То есть он вот этой лопатой будет просеивать, провеивать вот это зерно. И когда вот это вот зерно так вот этой лопатой вилами вот этими подбрасывается, подкидывается, то вот то, которое наполнено зерном, плодом, колосок, он, как это объяснить, я же не фермер, а пытаюсь им быть. Все, что легкое, зерно, которое не наполнилось, оно по весу не дотягивает и оно вот улетает вместе вот с этой всеми вот этими, как это называется, шелуха, полова, по-разному, вот это вот, оно туда улетает. И вот этот вот процесс просеивания или взвешивания, определения, кто ты на самом деле, вот это Христос сам это будет делать. Бог лично разберется, придет время, сто процентов, что Бог будет отделять. И пшеница, это преобраз вот этих добрых, искренних христиан, он их возьмет к себе. Они вечно будут с ним. А солома, от которой мы видим, вроде бы нету пользы, но она есть. В итоге она будет сожжена, будет ввергнута в огонь вечный. И вот это отделение и суд, мы видим в разных текстах Писания, это вот и есть вот эта жатва. Матфея 25, 31 написано, «Тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред Ним, пред Господом все народы, независимо от расы или национальности, все народы соберутся». И написано, «И он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Еще одно подтверждение того, что будет суд и будет разделение. И здесь мы также читаем в этом тексте Писания, что среди них или среди нас будут не только овцы, но будут и козлы. И у вас, наверное, мысль так навязчиво говорит, «А я уже одного знаю». Но из этого текста, из контекста, здесь, друзья, важно видеть, что Писание неоднократно предупреждает и говорит о том, что не наша ответственность определять породу или природу. Это овца или это плевел или пшеница? Правда? Потому что есть большой шанс ошибиться. Вот почему Христос сказал, «Не-не-не, оставьте, оставьте расти все вместе. И бурьян, и плевел, и пшеницу, все оставьте расти. Потом я разберусь». И здесь, друзья, Матфея 25, 41, еще один текст в подтверждении этому сказанному. «Идите от меня, Христос говорит, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Снова суд, снова будет огонь, хочу заметить, огонь, ад, уготовленный для дьявола и его слуг. Оригинально это не было для людей, но если люди отказываются от Бога и выбирают дьявола, то они будут вместе с ним. Сегодня есть очень лживые, лжеучения, оно сегодня есть, которое отрицает существование ада. Но мы с вами прочитали сейчас уже вот 3-4 текста, которые говорят о том, что будет огонь, и он будет вечный. То есть будет ад, будет решающий суд, и вечность у каждого будет разная. Матфея 13-40 там тоже говорится об этой же о плевелах и о пшенице, что когда их разделят, то там будет плач и скрежет зубов. Снова идет речь за ад. Есть рай, есть ад, а ты выбирай. Дальше следующий наш пункт это хорошая новость, что до жатвы еще есть шанс. Матфея 13-30 написано, Христос говорит, оставьте расти вместе. И то, и другое. Этим Христос показывает проявление любви вообще к человечеству, к этому миру, к этому полю. И здесь также мы читаем между строк или видим, какая вообще в этом цель. Цель это дать шанс на покаяние каждому человеку. До жатвы у тебя есть шанс. До конца света у тебя есть шанс. Пока тебя оставили расти на поле, пока ты дышишь, у тебя есть шанс вырасти и принести плод. Кто-то хотел бы тебя уже давно вырвать, выкинуть из общества, из церкви, но это не наша ответственность. Но милующий Бог оставляет тебя расти, используя этот шанс. Шанс. Если ты дышишь и слышишь, для тебя еще есть шанс. И тогда возникает логический вопрос, а может ли плевел стать пшеницей? Пауза, чтобы мы все подумали. А я вам напомню. Апостол Павел, когда мы вспомним первоапостольскую церковь из книги Деяния апостолов, то там, друзья, видно, что церковь была гонима. Очень рисковали верующие, когда не собирались вместе. И апостол Павел, раньше он назывался Савл, когда почему-то он тоже очень хотел быть там, вот среди этих верующих. И когда он там появлялся среди этих верующих, то он не просто говорил плохо на инстаграме об этих верующих, он их убивал, а перед этим мучил, издевался, а потом убивал. Апостол Павел в Писании сам себя называет и говорит, я был изверг чудовище. А теперь используйте ваше воображение. Если бы вы жили в то время тогда, давно-давно-давно, и вы бы видели этого Савла, у вас бы хватило мудрости определить, это плевел или пшеница? Это волк или овца? или вы думаете, если бы там, ну, зацепило бы, не дай бог, вашу дочку, сына, супруга, там вообще нету времени на дискуссии, на эти дебаты ненужные, там просто явно видно, это хищник, это волк, это плевел. Плевел даже мягко сказано, правда, хотелось бы его назвать так, как-то, ну, по-библейски плевел. Проходит время, и этот Саввел превращается в Павла и начинает быть просто мощным проповедником Евангелия того времени. Этот Павел потом написал почти третью часть Нового Завета. Кажется, когда он вот уже узнали, что вот он, Павел, стал другим, он Евангелие проповедует, еще апостолы даже не верили и опасались его. Не может быть. Так это же волк, это же змей, это он же, как это? Мы же знаем его суть, его природу. А тут вдруг какая-то другая природа нарисовалась. Как это? Так кто он? Плевел или пшеница? Кем он был и кем он стал? Мы сегодня много смотрим на людей и определяем, правда? Овца на букву К, пшеница и так далее. И дальше, друзья, получается, в Библии написано вот что. Ефесянам 2, третий стих. Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе ключевое слово. Внимание! Были по природе чадами гнева, как и прочее. Но Бог богатый милостью и нас мертвых по преступлениям нашим оживотворил со Христом благодатью. Вы спасены. Оказывается, друзья, что у плевела и у пшеницы разная природа, разная порода. И плевел сам по себе никогда не может стать пшеницей. По простой причине. Потому что он не может сам изменить свою природу. Обезьяну можно тренировать, чтобы она стала хорошей, такой как бы человеческой, будет кушать вилкой и аккуратной быть. Можно собаку дрессировать, чтобы она стала такой доброй, хорошей, но собакой. Никогда она не станет человеком. Просто природа другая. И когда ты думаешь, что он плевел и природу эту, породу невозможно превратить в другое что-то, есть хорошая новость. Есть только одна личность, одна в мире, которая может менять твой ДНК. Только одна личность, которая может менять твой ДНК и твою природу. Это Христос. Это Спаситель. Это Спаситель. Человек сам себя не может вообще изменить. Человек сам себя не может освободить от греха, от плохих привычек, от всего плохого, от скверного характера. Просто не может. И чем раньше человек это понимает, что ему нужен Спаситель. Только Спаситель может спасать от греха. И когда человек поворачивается к Богу, выбирает и верит в Него как в Спасителе, происходит то, что по-библейски называется новое рождение. Рождение свыше. в Тебе рождается что-то хорошее, доброе, божественная природа, другая. Вот здесь написано, была природа одна, а появляется другая природа, новое начало. Вот эта семечка доброй начинает расти. А когда мы рождаемся в этот мир, то мы все рождаемся с плохой, греховной природой. Я помню, как мои дети начали обманывать, я так задумался, подожди, так, а кто их научил этому? Получается, значит, в школу они не ходили еще, значит, их этому не научили. Друзей плохих у них еще не было, значит, они их тоже этому не научили. И я знаю, что я точно их этому не учил. Откуда они начинают так вот хитрить, лукавить? Природа с детства, с рождения греховная природа унаследована от Адама. Когда пришел грех на землю, когда пришло грехопадение, после того, когда они не послушались Бога, вот тогда и ворвалась вот эта природа в жизнь человека. И каждый из нас рождается с этой природой. Вот в каждом из нас есть вот эта порода нехорошая. И вот как важно понимать, что только благодаря Христу Спасителю мы можем иметь другую породу. И если ты плевел, но ты поворачиваешься к Богу, признаешь свое состояние, веришь в Него как Спасителя, вот тогда ты можешь стать пшеницей. Благодаря перерождению внутри. Поэтому, дорогой друг, пока ты жив, у тебя есть шанс. После жатвы будет поздно. Вот почему мне нравится этот пункт. До жатвы есть шанс. У каждого есть шанс. Позволь Богу, как садовнику, как фермеру взрастить тебя. Обратись к Нему и скажи сегодня, я не хочу быть плевелом, я хочу быть пшеницей. Я хочу принести что-то доброе в этот такой холодный и жестокий мир. А для тех, кто считает себя пшеницей, кто думает, что я уже рожден свыше, для вас тоже есть совет. В этой притче, друзья, многие вещи представлены здесь парами, по два. Во-первых, два сеятеля, Христос и дьявол. Дальше, два вида семени, доброе и плохое. Дальше, два вида растения, пшеница и плевелы. Дальше, два варианта вечности. И еще есть две нивы. Какие? Нива это поле. Две нивы, с которыми мы все живем, это плоть и дух. И дальше нам встает кое-что понятно. Для тех людей, которые думают, что я, наверное, плевел, у меня вообще ничего в жизни не получается. Я постоянно падаю, я согрешаю, я несовершенный, я недостойный, Бог меня не простит. Послушай это слово. Галатам 5, 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти они постоянно друг другу противятся. Так что вы не делаете то, что хотели бы. Поэтому, друг, если у тебя в жизни возникает вот эта мысль, вот это рвение, я неправ, я недостаточно правильно поступаю. Это хорошие симптомы. Возможно твоя природа тянется к Богу, ты понимаешь, что ты неправильно поступаешь и ты не хочешь оставаться в таком состоянии. Ты наоборот поворачиваешься к Богу и говоришь Господь помоги мне, хочу быть хотя бы чуть-чуть лучше, хочу хотя бы чуть-чуть принести света в этот мир, добра, плода в твое царство, на твоем поле. И это нам также напоминает друзья, что в каждом из нас для тех людей, которые неверующие, не верят в Бога, не рождены свыше, у них только одна природа греховная. Их не мучает то, что они живут в грехе, их это не беспокоит, им это так нормально, они живут, грешат, и они не чувствуют ничего, никакой вины, они не обращаются к Богу. Но только те, у которых другая природа, только они, они будут искать выход, они будут метаться, говорить Господь, помоги, спасай, вытягивай. И вот в этой борьбе важно понимать, что каждый верующий, кто считает себя пшеницей, у тебя борьба каждый день, постоянно, утром встал, и борьба, и война, плоть, и дух, две в тебе внутри. Поэтому не стоит сильно может себя гнобить, что я такой недостойный. Важно бежать к Иисусу и быть с Ним очень честным. Потому что, да, от Адама мы унаследовали, но рождение свыше дает тебе шанс на новую природу. Поэтому, друзья, у нас есть выбор. И выбор вот в чем. Галатам 6, 8 написано. «Сеющие в плоть, снова, видите, две нивы, снова поле, снова вот эти растения, снова семена, и снова плоть и дух. Сеющие в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющие в дух от духа пожнет жизнь вечную». Всегда есть выбор. Куда сеять? Сеять в дух или сеять в плоть? Куда вкладывать себя в свое время? Как это на практике объяснить? Это просто твое расписание в течение дня, твои приоритеты в жизни, питание, я имею ввиду духовное, то есть все, что ты слушаешь и все, что ты смотришь, оно питает либо твой дух, либо твою плоть. Все, что ты слушаешь, все, что ты смотришь, питает, укрепляет, развивает плоть или дух. Вопрос, кто сильнее? В кого мы вкладываем? Кого мы взращиваем внутри? Вот это, друзья, наш призыв, наша ответственность. Развивай, вкладывай, сей в дух. Галатам 5, 16 написано, поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по духу. В английской Библии написано, walk in the spirit. Ходите по духу. А это значит, чтобы ходить, нужно условие. Нельзя ходить в разных направлениях, обычно человек идет в одном направлении, а второе условие, нужно выбрать, в каком направлении идти. Когда Писание говорит, ходите по духу, всегда есть выбор, в каком направлении. Ноги нам даны, чтобы ходить. Иногда человек рождается физически, калека, инвалид, не ходит ногами, его носят или он ездит на коляске. Так иногда христианин рождается, вроде бы с ногами духовно, но не ходит по духу. То есть он эти ноги за собой как бы тянет, он не понимает, не знает, что у него есть, как у христианина, потенциал ходить по духу, жить по-другому. Какая польза иметь ноги и таскать их за собой? Ведь они нам даны, чтобы ходить. Вот почему написано ходите по духу, выбирайте это направление, вкладывай туда. А чтобы ходить в правильном направлении, еще одно предупреждение, Матфея 7, 13 написано, входите тесными вратами. Здесь говорится уже о дирекшне, о направлении. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. А дальше внимание, 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 и многие, и многие идут им. А кто это многие? Перевод большинство. Большинство это многие. верующие, неверующие, полуверующие, называемые так себя. Здесь не так суть играет название, как большинство. Можно называться и вроде думать, что и я, и улыбаться, и обнимать себя пшеницу. Но многие утопают в комфорте, материализме. Мы вроде говорим духовные вещи, но духовные ценности, мы ими не живем. Не живем. Вот почему Писание напоминает по духу ходите, по духу, не по плоти, а по духу. И перед нашей молитвой хочу призвать всех верующих к ответственности и напомнить, что вот это поле, вот эта притча, она настолько глубокая. Мы уже с вами три части говорим на притчу о пшенице и плевелах. Это уже заключительная часть. Там столько полезных уроков. вот последний из них написано, что Он сеял семя по всему полю. А это значит, оно падало везде, в разные районы, неблагополучные, в разные сферы, не очень красивые и приятные. Везде падало семя, которое Он сеял. А это значит, если ты это доброе семя и упал туда, куда тебя посеяли, значит, твое призвание влиять не только в церковном здании. Призвание влиять не только здесь, когда здесь все такие пушистые, красивые, святые, а на работе, дома, среди соседей, в разных разговорах, в разных ситуациях. Туда неси свет. Там будь солью, там влияй, потому что по всему поле разбросано это семя доброе, если ты один из них, влияй. Там, где ты есть, если ты посажен, помни, расти будем в полевых условиях. И дальше помни, там, где ты посажен, ты призван там и расти. Среди плевелов нужно тоже научиться жить и при этом расти и плоды принести. Аминь.